Можно еще о грустном, о Думе. Это для вас грустная тема? Ну, для кого-то да. Для некоторых она по-моему. Судя по опросам, не только для меня. Не очень хороший результат соцопросов граждан по их отношению к Государственной Думе. Вот за этот год депутаты приняли снова целую кучу запретительных законов. Причем, если начинали с политической сферы, с политических запретов, то теперь перешли к частной жизни граждан. Ну, там, знаменитый антигейский закон, защита чувств верующих. Вот буквально на днях за одну неделю депутаты внесли шесть законодательных запретительных инициатив. От запрета бесплатных абортов до запрета почему-то детских конкурсов красоты. В каком-то регионе изымают пособия по половому воспитанию подростков. В другом регионе запрещают книги классиков русских. Ну и так далее. И вот, знаете, многие думают, что Россия начинает выглядеть уже не традиционалистской страной, а страной ханжетской и отсталой. Вот вы сами чувствуете это изменение атмосферы в стране? Вам это нравится? Давайте начнем вот с чего. Вот нам могут не нравиться законы, которые принимаются. Отдельные депутаты или чиновники, любые начальники. Это нормально, конечно, человек имеет право на свою позицию. Но мы все-таки должны, если хотим быть правовым государством, уважительно относиться к институтам власти и к парламенту в том числе. Государственная дума, наш парламент, наша нижняя палата парламента, ее нужно уважать. Как уважать необходимо суды, необходимо уважать другие власти. Иначе порядка не будет. Другое дело, что в каждом парламенте всегда есть инициативы, ну, такие системные, а есть экзотические. Они могут быть разными. Некоторые из них не находят никакой поддержки. Вот вы упомянули целый ряд инициатив. Но исполнительная власть или президент не имеют никакого отношения. Это было сформировано самим парламентом. Второе, о чем я все время слышу, что мы обсуждаем. Да, значит, наш парламент, как и любой парламент, структурирован на фракции и партии. Но это люди, живые люди. Это не винтики системы. У них могут быть свои представления о нравственности, о хорошем и о плохом. И то, что они подчас формулируют довольно специфические инициативы, ну, вы знаете, это их отношение к жизни. Это не значит, что я это все поддерживаю. Наоборот, я не сторонник ханжеских подходов к современной жизни. Жизнь не стоит на месте. Абсолютно большинство вещей, которые для нас являются привычными, три столетия назад были бы объявлены крамольными. И мы к этому относимся нормально. Но, еще раз подчеркиваю, это люди, которые принимают решения и формулируют свои предложения. К этому нужно относиться, ну, с определенным уважением, но это не значит, что это нужно поддерживать. И из того, что вы упомянули, далеко не все мне тоже симпатично. Но такая экзотика есть во всем мире. Парламент это все-таки то место, где сталкивается мнение огромного количества людей. Дмитрий Анатольевич, но эта экзотика становится законами, эти инициативы многие становятся законами. Значит, ну, я могу прокомментировать некоторые вещи из того, что вы сказали. Очень много инициатив, которые наши коллеги депутаты вносили или законодательные органы субъектов федерации, так и не стали законами и вряд ли станут. Но в других странах такие вещи существуют. Ну, я тоже приведу в пример, например, те же самые американские законы в отдельных штатах. Мы же над ними смеемся, но мы не считаем, что после этого возникла какая-то удушающая атмосфера. Там законодательство о том, что нужно обязательно 10 долларов в кармане иметь, иначе ты не имеешь права выйти за пределы своей квартиры, или о том, что нельзя спать голым в кровати. Мы же не считаем, что у них затхлая атмосфера в результате этого создалась. Там это действует. Это часть их прецедентной системы права. Ну, ничего, живут как-то с этим. Я не к тому, чтобы тиражировать такие законы. Еще раз говорю, парламент должен быть ответственным. Но, тем не менее, это не отражает основной линии, которая должна проводиться и президентом, и правительством, и ведущей политической силой. Ну, то есть линия основная все-таки другая. Линия, конечно, другая. Линия на то, чтобы развивать нашу страну. Вот какая линия. А не в том, чтобы погружаться в какие-то частности. И в Средневековье. И в Средневековье. В комендантский частности. Сергей Анатольевич, продолжая тему Думы и запретов. Вот, ну, реально это многих очень интересовало и громко очень обсуждали эту тему. Вот вы следили за продолжением громкого запрета на усыновление детей американцами? Конечно, следил. Вы знаете, мы все это видели и помним, как чиновники, депутаты и так далее с высоких трибун кричали, что мы наши дети не отдадим, не оставим в беде и так далее. Прошел год, и есть конкретный пример. В Санкт-Петербурге из того количества детей, то есть 33 ребенка должны были отдать американцам. Не отдали. 33 ребенка. В результате только одного усыновила российская семья. Вот мне интересно, у вас какая-то другая статистика есть? Сначала про мое отношение, потом про статистику. Безусловно, это наша боль, это наша проблема. Можно по-разному относиться к этим законам, которые были приняты. Но нельзя не признать непреложного факта. Нашими детьми мы должны заниматься сами. Не рассчитывать на добрых дядь и теть из разных стран. Хотя спасибо тем, кто проявляет милосердие, это нормально. Но мы должны сами этим заниматься, в качестве системной работы. Потому что у нас слишком много этих проблем. И вот это, мне кажется, главное, на что мы должны быть нацелены. Проблема возникла только в отношении одной страны, по которой был принят известный документ. В связи с тем, каковы были события и какие трудности, иногда преступления, совершались в отношении наших детей на территории Соединенных Штатов Америки. Такое решение было принято. Этот закон по-разному оценивают. Безусловно, мы должны сделать все, чтобы те, кто не попал в эти американские семьи, нашли свою новую семью в России или за границей. В общей сложности у нас таких детей было 259 человек. Которые должны были уехать в Америку. Значит, в настоящий момент не попали в новые семьи, не получили устройство в новую семью 95. Мы обязательно этот процесс доведем до логического завершения. Вы Питер упомянули. Там, по-моему, 33 вы сказали. Я просто наводил тоже справки о том, как происходит процесс усыновления. Там осталось 11 человек. 11 человек. Вот у меня такая статистика. Но дело даже не только в этом. Эта тема позволила активизировать процесс усыновления и устройства в семью в стране. Потому что в этом году, вот за определенную часть года, по-моему, за 9 месяцев, у нас на 5000 усыновлений и устройств в семью больше, чем это было в прошлом году. Это хороший результат. Это означает, что мы определенные, если хотите, моральные механизмы привели в действие. Потому что наша задача была в том, чтобы привлечь внимание наших людей. Я согласен с тем, что эта тема трудная, очень болезненная. Но мы должны сделать все, чтобы наши дети, которые находятся в детских домах, нашли свои новые семьи. Спасибо. 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 Спасибо.